Особое мнение на 101FM Которое, я так понимаю, будет проходить через все наши эфиры Так или иначе, в течение месяца Это подведение итогов года работы Елены Ковалевой и Ильи Шульгина На постах руководителей нашего города Но к этой теме мы обратимся чуть позже А сейчас, конечно, хотелось бы сезонную тему поднять Тему освещения в нашем городе Уже комментировал и Кировсвет, и городские власти Ситуацию с тем, что постоянно на улицах Кирова В тех или иных районах пропадает электричество Причем там ни одна лампочка не горит условно А весь квартал или 200-300-500 метров погружается во тьму И до сих пор непонятно людям вообще, что происходит Потому что темнеет сейчас рано Киров в этом смысле не самый удачный пример того, как переводили часы Потому что в 5 вечера уже фактически ночь Алексей, что происходит? И вообще можно ли что-то с этим сделать? Потому что на освещение в Кирове уличное На то, что оно недостаточное Жалуются на моей памяти лет 20, наверное И ничего не меняется Ну все правильно Это одна из главных проблем вообще любого муниципалитета И в Кировской области, и в других регионах Это степень освещенности на дорогах и тротуарах И Киров не является исключением Я бы выделил здесь несколько проблем Связанных с освещением Первое – это изношенность электросетевого хозяйства в целом Из-за чего происходят вот такие периодические отключения электроэнергии Как в жилых домах, в жилом секторе Так и на уличных фонарных столбах Потому что кабеля приходят в негодность Они старые Многие кабеля до сих пор висят Скажем так, допотопные Это А16-й алюминиевый кабель, неизолированный Ну то есть те, кто разбираются, они поймут, о чем идет речь Есть изолированные кабеля, а есть неизолированные Так вот, неизолированный служит существенно меньше И у него огромные энергопотери А сейчас в современном мире уже давно практикуется установка Так называемого СИП кабеля СИП – это самонесущий изолированный провод Который служит дольше, который препятствует большим энергопотерям И который может и имеет относительную преломляемость и так далее То есть с точки зрения физики этот провод гораздо эффективнее и надежнее Так вот, такого кабеля в нашем городе, скажем так, не хватает Он, естественно, висит на многих участках, но его не хватает Поэтому электросетевое хозяйство в Кирове нужно приводить в порядок Полностью переводить город на СИП СИП провод Значит, это первое Второе, трансформаторные подстанции, которые есть понижающие в нашем городе Они также морально и физически уже устаревают Горэлектросеть периодически проводит ремонт этих электростанций Но, тем не менее, считаю и убежден в этом, что электростанции тоже имеют свой срок годности Свой срок службы, поэтому их тоже периодически надо менять Мне кажется, у обывателей претензий больше даже, наверное, не к проводам И не к трансформаторным подстанциям Потому что люди не понимают, как это работает Мы понимаем, что это та часть, которая обеспечивает технические вещи Значит, это как раз первое, о чем я хотел сказать Это непосредственно электросетевое хозяйство Его износ, изношенность, неремонтнопригодность и так далее Этим надо заниматься Для этого нужны инвестиции Для этого в том числе и городское предприятие Горэлектросеть Должно проводить и капитальные ремонты И модернизацию своего электросетевого хозяйства Это первое Второе, это непосредственно то, что у нас светится во дворах На дорогах различной категорийности Это лампочки Лампочки у нас повешены в рамках энергосервисного контракта Заключенного несколько лет назад То есть в тот момент, когда вы еще были депутатом Городской думы? Нет, нет, нет Еще раньше Это гораздо был раньше контракт Это еще в начале 2000-х был Контракт с компанией Philips Которая поставила новые лампочки натриевые В основном это 250 ватт Вот сейчас тот желтый цвет, который мы видим на улицах нашего города Это натриевые лампочки 250 ватт Значит, светодиодных светильников в нашем городе крайне мало, незначительно И они только в каких-то знаковых местах Вот, например, вокруг серого дома правительство У нас удосужились и повесили светодиодные светильники Чтобы степень освещенности была у чиновников поярче Чтобы в дождь, в снег было видно свои ноги И автомобилям было удобно передвигаться по этой территории Значит, ну это так в качестве исключения Значит, то есть основу освещения дорог и улиц нашего города Составляют натриевые лампы 250 ватт Илья Шульгин уже неоднократно озвучил инициативу О комплексной модернизации уличного фонарного освещения города Кирова И перевод освещения города на светодиодные Светодиодные это новое, нового поколения такие светильники Ну конечно, это самая современная, скажем так, технология Которая еще, по-моему, позволяет экономить Ну существенно, она позволяет существенно экономить на электроэнергии Это первое Второе, она увеличивает светоотдачу от каждого светильника То есть, условно говоря, степень освещенности от лампочки Она будет ниже, чем степень освещенности от меньшего по мощности светодиодного светильника Вот как сказал Ну примерно вот в процентах, если мы можем сказать Светодиодный светильник, насколько ярче Если лампочка 250 ватт натриевая, то аналогом светодиодным является от 50 до 100 ватт светодиодный светильник То есть, чувствуем, какая экономия в электроэнергии Это существенная экономия для бюджета Если мы умножим на стоимость в рублях киловатт-час Поэтому, мне кажется, инициатива перевода всего города Кирова на светодиодный свет Это очень правильная инициатива Она витала у нас уже давно 24 тысячи светильников в городе установлено Различные мощности И на различной высоте Поэтому, инициатива правильная Вопрос в том, как она будет реализовываться И в какие сроки? Во-первых, как И во-вторых, в какие сроки? Если мы говорим об энергосервисном контракте Который я бы считал самым эффективным продуктом на сегодняшний день Что он из себя представляет? Значит, компания, которая участвовала в государственных закупках Выиграла право на заключение энергосервисного контракта с городом Кировом Значит, она за свой счет устанавливает и поставляет светодиодные светильники 24 тысячи штук И получает ежемесячно разницу в киловатт-часах, умноженные на рубли Что это означает? Если лампочка до этого висела 250 ватт, а повесили светодиодный светильник 100 ватт То ежемесячно 150 ватт мы умножаем на сумму в рублях стоимости киловатт-часа И эта сумма ежемесячно перечисляется подрядчику, генподрядчику Который выиграет энергосервисный контракт Такой энергосервисный контракт подписывается на несколько лет Это от 3 до 7 лет Я считаю это самым эффективным инструментом сегодня в стране Он практикуется во многих крупных городах Вот совсем только что мы общались с депутатом из Тюменской области И он сказал, что в Тюмени и во всех городах Тюменской области Такие практики существуют Энергосервисные контракты подписываются И все довольны Да, Алексей, вот сейчас маленькое уточнение То есть я правильно понимаю Поставщик, лампочек устанавливает их за собственный счет Город в дальнейшем, оплачивая электричество В течение нескольких лет ничего не экономит То есть он продолжает платить ту же сумму, которую он платит сейчас А разница, условно говоря, между потребляемым и реально оплаченным Она идет как раз на погашение затрат поставщика Все верно И все это прописывается в документах Ну естественно, конечно, все это официально Все это высчитывается, прописывается Этот договор действует несколько лет И за эти годы поставщик полностью получает С определенной инвестиционной составляющей и коммерческой составляющей Вот свои деньги, которые он вложил в эти светильники, в эти работы Город не достает одномоментно 300 с лишним миллионов рублей То есть город растягивает эти платежи И город фактически не тратит деньги Потому что город и так бы тратил эти деньги на электроэнергию А здесь он фактически покупает эти светильники через определенный промежуток времени Например, через три года закрыли энергосервисный контракт И эти светильники остались где? У города И он теперь уже будет платить меньше за свет После трехлетнего срока жизни контракта, например Город платит уже меньше Это плюсы для всех Это первый проект, в рамках которого, скажем так Который я считаю самым эффективным Но есть другой вариант развития событий И не знаю, какой вариант выберет все-таки администрация Это непосредственная закупка городом на бюджетные городские деньги Всей партии, огромной партии этих светильников 24 тысячи штук 300 миллионов вы сказали 300 с лишним И установка городской подрядной организации Например, Горэлектросеть В рамках, куда в том числе вливается Кировсвет Подведомственное предприятие Значит, это вот второй вариант Когда за свой счет город закупает эти светильники И потом планово он экономит на разнице в электроэнергии Я считаю такую закупку не совсем эффективной Она не совсем эффективна для бюджета Она не эффективна для подрядчика Который будет непонятно в какие сроки И непонятно с каким качеством устанавливать И так далее, и так далее Здесь я вижу только минус Потому что в нашем дефицитном бюджете На 650 миллионов рублей Найти лишние 300-350 миллионов рублей Мне кажется сейчас проблематично, мягко говоря То есть опять город будет залазить в коммерческие Или бюджетные займы и кредиты Зачем это надо городу, я не знаю Я все-таки думаю, что здесь речь идет Об энергосервисном контракте В рамках которого будут работы И Шульгин обещал, что начало работ будет уже в декабре этого года И надеюсь, что жители города Кирова Уже в декабре этого года Начнут получать качественное, хорошее освещение Подождите, Алексей, но ведь история такая Я так понимаю, что это все должно быть Каким-то образом через закупки проведено или нет? Безусловно Энергосервисный контракт Или даже прямая закупка В идеале прямая закупка Должны проведены через госзакупки И здесь будет конкурентная среда Вопрос в том, как будет подготовлено техническое задание Так ведь оно уже должно быть подготовлено Если к декабрю у нас уже должны новые лампочки появляться По идее уже торговать Где-то в ближайшее время должны Безусловно И самый важный вопрос Это как будет подготовлено техническое задание Будет ли это техническое задание заточено Скажем так, под одного поставщика И там будет в миллиметрах описан светильник Который бы хотел видеть город И который продается где-нибудь только в одном месте И который продается только в одном месте С одного склада и у одного производителя Или все-таки будет расширена линейка Возможных вариантов светильников Возможных по характеристикам По светоотдаче, по мощности и так далее И тогда уже со всей страны потенциальные инвесторы А подписанты энергосервисного контракта Это самые настоящие муниципальные инвесторы То есть они вкладывают свои деньги в эти светильники В эти работы И будут получать свои деньги с процентами Мне кажется, при расширенной линейке тех заданий Инвесторов будет гораздо больше Со всей страны Городу это выгоднее? Конечно, это выгоднее Это же конкурентная среда Чем конкурентнее среда, тем городу выгоднее Тем бюджету выгоднее Пускай борются между собой подрядчики и поставщики Пускай они состязаются в цене Ведь я знаком с этим рынком на сто процентов Я знаю, что многие производители готовы поставить эти светильники Например, в убыток себе Чтобы просто занять свои производственные мощности Ну, например, многие дилеры, которые продают светодиодные светильники Они готовы поставить в ноль Почему? Потому что им надо выбирать определенный объем Ну, там, у завода-изготовителя Чтобы держать дилерское соглашение Они готовы в ноль поставлять А если мы заточим под одного производителя В миллиметрах и с точностью до одного вата пропишем Все характеристики светильника Естественно, здесь будет заложена максимальная маржа завода-изготовителя Максимальная маржа дилера-поставщика Максимальная маржа подрядчиков по установке этих светильников И так далее, и так далее Бюджет на этом только потеряют Да, Алексей Кузьмин в нашей студии Генеральный директор компании ЭКН Депутат городской думы пятого созыва Небольшой перерыв, и мы вернемся Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин в нашей студии Мы продолжаем И вот еще немножко про освещение города Такой у меня вопрос Есть разница между тем Вот эти светильники, поставляемые компанией Которые, может быть, выберут в рамках энергосервисного контракта Они должны быть импортными или они должны быть отечественными Ну вот просто по опыту собственному Импортная техника не вся, конечно Но, тем не менее, работает иногда надежнее Значит, отвечая на этот вопрос, скажу следующее Что в рамках 44-го ФАЗ по закупкам Есть определенные преференции и скидка в виде 15% Для поставщиков отечественного Для отечественных поставщиков То есть производителей из стран Еврозес Это Белоруссия и Казахстан В том числе Значит, и если поставщик или там генподрядчик Который будет участвовать вот в этом энергосервисном, например, контракте Он будет предлагать, например, один поставщик предлагает китайские светильники А другой поставщик будет предлагать российские светильники Так вот, если победит компания с китайским светильником Это будет означать, что она в рамках аукциона Ну, например, установила, выиграла аукцион с ценой в 300 миллионов рублей Так вот, если он с китайским товаром выиграл Значит, он будет вынужден опуститься еще на 15% То есть он вынужден подписать контракт 300 миллионов минус 15% Кому-то надо это? Я думаю, что нет Поэтому все-таки здесь в рамках таких крупных масштабных инвестиционных контрактов Выгоднее поставлять российских производителей Российские светильники Они по качеству проигрывают или нет? Да не факт, совершенно не факт В основном российские даже лучше, чем китайские Это тогда отлично Хорошо, еще одна тема городская Еще одна тема, связанная с закупками Я просила вас посмотреть информацию по поводу нового контракта на содержание Уборку наших городских дорог Который собирается отторговать мэрия Ну, я так понимаю, что на ближайшие 20 месяцев Ищут подрядчика Причем условия таковы, что подрядчик должен быть один Это должен быть крупный какой-то подрядчик Судя по сумме обеспечения, которая указана в документах По-моему, там такая значительная довольно сумма Вот, и я вашего мнения хотел спросить Во-первых, вот отсутствие конкуренции в некотором смысле Это хорошо, плохо противоречит закону или нет Во-вторых, тот факт, что контракт будет заключаться на 20 месяцев Хорошо или плохо Значит, вот как раз отвечая на этот вопрос У меня есть и положительные, и отрицательные комментарии по этой инициативе Что касается противоречит или не противоречит закону Все-таки здесь должны разбираться компетентные органы Это прокуратура, которая будет изучать федеральное законодательство И смотреть, не нарушают ли антимонопольное законодательство Например, и последнее постановление правительства Которое говорят как раз о необходимости дробления дорожных лотов Противоречит ли это федеральным законам и постановлениям правительства Это все-таки не нам это разбирать Это первое. А второе, что касается положительного, я полностью согласен с той позицией, что эти лоты нужно увеличивать срок жизни этих контрактов. Все правильно, то есть 20 месяцев, это хорошо, это правильно, так должно быть. Я вообще считаю, что контракты должны быть минимум трехлетние. Что такое трехлетний контракт? Это, скажем так, срок жизни и срок окупаемости спецтехники. Вот специалисты и профессионалы в этом мне вторят и подсказывают, что так есть, что за три года спецтехника, если будет планомерно, эффективно, ежегодно работать на этих там униципальных контрактах, на уборке, на содержании, то она себя окупает. Так вот, я считаю, что контракты должны быть трехлетние, чтобы подрядчик имел возможность окупить новую, купленную новую спецтехнику. Это вот моя такая инициатива, мое мнение. Чтобы не стареньким трактором это все удралось. В том числе, а чтобы он имел возможность в лизинг взять новую технику, и эта техника за три года ему бы окупилась. То есть он перед глазами имеет подписанный контракт на три года, он понимает, что все три года он будет стабильно работать на этой технике, и он стабильно будет получать оплату за эту спецтехнику. То есть 20 месяцев это не предел. 20 месяцев это даже мало. Можно было даже увеличить. Вот, но подрядчик-то один, подрядчик крупный должен быть. Это, скажем так, положительные стороны этой инициативы, это увеличение срока обычных контрактов и, скажем так, ну то есть увеличение срока. А что касается отрицательного, то я уже неоднократно это говорил, и это говорю не только я, это говорят и многие депутаты, и представители этого рынка, и участники этих всех обслуживающих и подрядных организаций. Значит, это неправильно и неэффективно увеличивать лоты до безобразия, увеличивать эти лоты до таких цифр, при которых может выиграть этот лот только один подрядчик. У нас есть один подрядчик, который может этот взять лот. ГДСМ. Ну, ГДМС. ГДМС, простите. ГДМС, простите, значит, и, естественно, скажем так, ну, позиции-то мнение такое, вот смотрите, там есть один крупный подрядчик, который постоянно выигрывает эти все крупные лоты, это Городорб-Мострой. У этого Городорб-Мострой не хватает ни техники, ни людей, ни квалификаций и ни уровня мастерства, скажем так, для того, чтобы полностью выполнять этот контракт. Естественно, он привлекает подрядчиков. Ну, субподрядчиков, да, получается? Субподрядчиков. Более мелкие организации. Значит, естественно, привлечение этих субподрядчиков носит определенные непрозрачные схемы. Это прямые контракты, это в лучшем случае котировки цен при поставке определенных материалов и так далее, и так далее. То есть это все неэффективно с точки зрения закупок. Значит, и самое-то интересное, что, безусловно, эти субподрядчики будут работать за меньшую стоимость, чем выиграл ГДМС, правильно? Ну, он будет получать разницу. Тебе определенную разницу маржу должен закладывать. А вот у меня сейчас возникает вопрос. Если субподрядчики были согласны и готовы работать за меньшие деньги, и готовы были и покупать спецтехнику, и нанимать людей, и там выполнять все подрядные работы, почему не раздробить эти лоты, не отдать эти лоты этим маленьким субподрядчикам в конкурентный рынок? Потому что их сложнее контролировать, говорил Илья Шульгин, когда та же самая история была с ремонтом дорог, да, мы помним. Значит, смотрите, вот что касается сложнее... Есть один подрядчик, с которого мы спросим за все нарушения, а там он со своими субподрядчиками пусть сам разбирается. Эту фразу о том, что мы спрашиваем всегда с одного, я слышу уже не одно десятилетие из уст городской администрации, и неважно, кто там руководитель, и кто там в городской думе сидит, и кто глава администрации, одно и то же каждый год. Мы спросим с одного. Так вы каждый год спрашиваете с одного, и каждый год уборка и содержание уличной дорожной сети является неэффективной. Ну, каждый год. Так возникает вопрос, а все-таки надо ли с одного спрашивать? Это первое. Второе. Уже создан монопольный рынок по горячему водоснабжению, отоплению, электроэнергии. Вы сейчас спрашиваете с одного. Ну, разве сейчас у нас нет проблем с отоплением, с горячей водой и с электроэнергией? Вы же спрашиваете с одного. Вот у вас монопольный рынок, у вас одно предприятие, поставляют все эти ресурсы. Вы спрашиваете с одного, как вы говорите. Вы контролируете одного, как вы говорите. Ну, разве вы сейчас хорошо и грамотно, эффективно контролируете его? Разве не возникает проблем? Ну, подождите, Алексей, зима еще не наступила. Разве не возникает арбитражных споров, споров в судах, бесконечных перипетий в городской думе между вот этим единственным поставщиком всех этих ресурсов? То же самое и здесь. Вы каждый год, из года в год спрашиваете с одного. С гор, до ор, мост, трое. Но разве у нас качественно укладывают асфальт? Разве у нас пешеходные дорожки не портятся через два месяца? Разве у нас разметка не стирается через два года? Через два месяца, где два года. Значит, ну, то есть проблемы-то из года в год одни и те же. Претензии к подрядчику есть. Вы все время спрашиваете у одного, а ситуация-то не меняется. Так, может быть, надо попробовать конкурентную среду, когда мелкие субподрядчики будут грызться за эти лоты. Но я так понимаю, что сейчас-то поздно уже. Они будут, конечно, поздно. Они будут выгрызать эти лоты, они будут торговаться, они, может быть, там в ноль будут падать, лишь бы занять работников и занять спецтехнику. Но в итоге бюджет сэкономит, бюджет может обслуживать, скажем так, большие площади, бюджет может, если мы говорим о ремонте дорог, закатывать больше асфальтового полотна и так далее, и так далее. Необходимо создавать конкурентную среду. Хватит монополизировать рынок. Мы уже устали от этих монопольных всех компаний и монопольных подрядчиков, которые в нашем городе существуют. Вот дайте вздохнуть рынку, пускай рынок сам устанавливает цену, рынок устанавливает тарифы, и рынок отвечает за свое качество. Если мы говорим о том, что с этого подрядчика он потом обанкротится, с него нечего будет спросить, так он три-то года будет работать. Вы три-то года его каждый день будете по шее давать. И он будет за этот лот грызться. Большое, кстати, сомнение насчет того, что давать по шее это поможет, потому что летом, например, с уборкой того же песка и весной и в прочее время неоднократно сталкивались, что все-таки маленькие какие-то конторы, которые работают, сложно очень на них повлиять. В общем, ладно, время у нас ограничено. Я поняла, увеличение срока действия подряда – это хорошо. Увеличение лота – это плохо. Это плохо. Но изменить ничего нельзя. Раз уже, условно говоря, этот аукцион сейчас торгуется, вся техдокументация лежит, висит. Вот администрации практически невозможно отозвать эту закупку. Алексей Кузьмин в нашей студии. Небольшая пауза на рекламу. Мы вернемся. Алексей Кузьмин в нашей студии, депутат Гордумы 5-го созыва, гендиректор компании «Экоэнерджи». Мы продолжаем. Еще одна тема, связанная с дорогами Косвино. Начали мы ее обсуждать еще на прошлой неделе. Установка ограждений. Ограждений для пешеходов. Соответственно, от них ограждают проезжую часть. В нескольких местах города появились эти волшебные железные металлические конструкции ярко-желтого цвета. В частности, на бульваре Октябрьского проспекта. Что совершенно в ужас привело общественников, то, как это выглядит сейчас. И как это технически вообще устроено. Потому что там такая маленькая дырочка, сквозное отверстие оставлено для пешеходов. Это речь идет о перекрестке Октябрьского и Герцена. Ну и появились эти ограждения на улице Московской и Менделеева возле перинатального центра. Люди жалуются, поставили ограждения так, что теперь лужу не перейти. То есть вот ставили, видимо, с целью сделать действительно нашу жизнь лучше. Когда поставили, оказалось, что не совсем угадали. Вот если разбирать эти случаи, которые у нас в Кирове происходят, скажем так, с городским благоустройством, могу привести в пример. Вот общались мы с представителем ратуши города Нюрнберг в Германии. И история там следующая. Там выкладывают тротуары по тем местам, где есть тропинки. А это как в Новосибирском Академгородке делали в свое время. Это, мне кажется, во всех, во многих крупных европейских городах такая практика существует, что муниципальные власти, скажем так, как минимум спрашивают, а в данном случае смотрят все-таки, где пешеходный поток, где трафик, где людям удобно ходить, где людям комфортно ходить. Безусловно, накладывают это на нормы безопасности дорожного движения и, условно говоря, делают тротуары там, где люди привыкли. Так же и здесь. Если люди постоянно ходят по этому зеленому пятачку, условно говоря, на каком-то перекрестке, ну почему бы городской власти не истратить деньги, которые освободились бы на разницу в аукционах, на ремонт и содержание уличной дорожной сети, о которой мы сейчас с вами только что говорили, если бы они были раздроблены, и не направить эти деньги на такое мелкое благоустройство. Вот, условно говоря, там 10 метров тропинки где-то замастить брусчаткой. Почему бы и нет? То есть пойти на поводу у людей, посмотреть, где люди ходят, где им это важно, где им это нужно. Не, ну на самом деле люди, конечно, переходят дорогу там, где им удобно. Я вам, как автомобилист, скажу, что это страшно. И здесь, в общем, с точки зрения, вот у меня тут фотографии даже распечатаны, да, с точки зрения правил дорожного движения, все выполнено грамотно. То есть оставили проход там, где пешеходный переход, чтобы люди цивилизованно шли по зебре. Я, может быть, вот этот пример привел не конкретно этому случаю, а в целом. То есть необходимо, скажем так, естественно, учитывать мнение людей, необходимо наблюдать за людьми, за городскими жителями, собственно, за получателями благ, за людьми, которые платят налоги в городскую казну, и из которых денег благоустраивается наш город. Все-таки это их деньги. И они вправе принимать решение, где им ходить, а где им не ходить. Это первое. А второе, что касается вот этого чудо-юдо желтого из металлоконструкции, которое в рамках первое время федеральных программ устанавливались за федеральные деньги, а сейчас и за областные, и за муниципальные, в софинансировании. Поэтому во многих городах, давайте далеко ходить не будем, в Казани, точно такие же ограждения стоят по всему центру Казани. И знаете, в чем особенность? В том, что эти ограждения оцинкованы и не крашены. А, то есть они такие серометаллические. Серометаллические. Выглядят они презентабельно, выглядят они симпатично. А самое интересное, во-первых, их не надо красить, а наши желтые конструкции надо красить через две недели после установки. Во-вторых, весной или в летний сезон они просто моются гидрантом, пожарными шлангами или специальной коммунальной техникой и становятся как новенькие. То есть с точки зрения внешнего вида они выглядят гораздо симпатичнее. С точки зрения безопасности они точно такие же, и самое интересное, они, может быть, даже и прочнее, чем вот эти пустышки из уголков, покрашенные желтой неприятной краской. Ну, естественно, они, наверное, стоят дороже. Ну, потому что это оцинковка. Это оцинковка. Но с точки зрения эффективности ты раз поставил эти оцинкованные ограждения и забыл о них на несколько, может быть, даже десятилетий. А вот это чудо-юдо железяки желтого цвета с непонятной надписью посередине там установлено в рамках какой-то программы написано, безопасно дороги, по-моему. Значит, сколько денег было истрачено на эти конструкции, мне кажется, оцинковка стоила бы столько же. Ну, а вот выбор места все-таки как-то должен, я не знаю. Мне кажется... Когда ставится ограждение, наверное, не знаю, там эту дырку, где лужи, может быть, закатать надо. Почему не делают для этого сразу? Мне кажется, единственное согласование, которое проходит в рамках установки этих медалоконструкций, это ГИБДД. Вот ГИБДД сказала, что здесь поворот машины, здесь опасно, там здесь зебры нет. Вот значит, сюда и поставим. А с точки зрения здравого смысла и непосредственно теруправлений городских, кстати, чем у нас вообще занимается теруправление города Кирова? Мне кажется, вообще чиновники теруправления должны жить в полях, жить в своем районе, они должны ножками топтать с 8 утра до 5 вечера. Некоторые живут, но не все. И наблюдать за прохожими, за детьми, за гражданами пожилого возраста, за инвалидами, удобно им, комфортно, красиво им. А у нас в теруправлениях сидят и бумажки перекладывают и осваивают городский бюджет. Что делать с ограждением желтым на Октябрьском проспекте, который не вписывается и не сочетается с чугунной решеткой? Я вчера Андрей Юсенко задавал этот вопрос, он мне сказал, она осторожнее, а то покрасит решетку на Октябрьском проспекте в желтый цвет. Вот самое интересное, что вы задаете эти вопросы неким, скажем так, общественникам и политическим деятелям, которые несправили повлиять на решение администрации. Я надеюсь, что нашу беседу услышат вот там в администрации. Очень бы хотелось, чтобы вообще наши беседы слышали и в администрации города, и области, и тем более депутаты городской думы. Хорошо. Хорошо. Ладно. Ответа на вопрос я не услышала, но пусть. Времени мало. Давайте все-таки итоги-то подведем обещанные. Значит, Елена Ковалева, 27 сентября год на посту руководителя Кировской городской думы, ну и, соответственно, мэра города, да, главы города Киров, как мы говорим, да. Илья Шульгин, конец октября тоже будет год его работы на посту главы администрации. Мы вчера уже начали подводить некоторые итоги их работы. Подключали нескольких человек, тоже часто бывающих в этой студии. Они свое мнение сказали. Виталий Брам заявил о том, что не изменилось в городе почти ничего. То есть есть декоративная красивая картинка, есть ощущение, что какие-то подвижки начинаются, но пока вот фактически изменений он не почувствовал. Дмитрий Сергеев, депутат законодательного собрания, говорит о том, что, да, с общественниками новая городская власть выстраивает отношения, и это хорошо. Но отношение к бизнесу не изменилось, если сравнивать с предыдущими руководителями города. Относится к бизнесу как к дойной корове. Вы нам должны дайте, дайте, дайте. Но он как застройщик говорит, прежде всего. Ну, что касается бизнеса и дойной коровы, то мне кажется, если мы говорим о строительном бизнесе, то мне кажется, наоборот, раньше было не так. Раньше приходили застройщики в администрацию, в Думу сопли пузырями и говорили, что мы здесь такие красивые, мы здесь выполняем федеральные программы по вводу жилья, строим квадратные метры, и вы тут красуетесь в Москве с нашими цифрами, поэтому выдавайте-ка нам земельные участки льготные, подводите коммуникации, а мы здесь будем строить и втридорога продавать панельные дома. Это было так раньше. Ну, это мое мнение особо. И как раз со строительного бизнеса никто ее не спрашивал, и никто им не предлагал, скажем так, сделки с администрацией. Вы нам, например, софинансируете строительство детского садика, а мы выдаем вам земельный участок по льготной цене, либо вообще за бесплатно. И вы здесь строите жилой микрорайон. Это позиция правильная. Это позиция, я считаю, что это позиция правильная, она такая должна быть. Потому что в Москве, в Подмосковье, ну невозможно построить огромный жилой микрорайон без строительства за свой счет социальной инфраструктуры. Ну такого невозможно. Никто себе, ни один застройщик даже представить себя такого не может. У нас, пожалуйста, вот вам земельный участок за три копейки, мы сейчас вам и дорогу подведем, и электросетевое хозяйство подведем, и канализацию подведем. Вы только там за подключение заплатите копейки, из-за которых жалуются постоянно застройщики. Это было раньше. Сейчас все-таки, мне кажется, и это правильный путь администрации выстраивать другие отношения с застройщиками. Мы вам это, а вы нам это. Только не в карман, не в какой там, не шампанское с конфетами на карманы, а в рамках городского бюджета вы нам социальную инфраструктуру, мы вам земельные участки. Вот это правильный подход. Я думаю, что именно так с застройщиками надо разговаривать, потому что дела у них раньше шли слишком хорошо, сейчас, наверное, не слишком хорошо. Но, тем не менее, никто не говорит о том, что этот бизнес надо убивать, с ним надо бороться. Нет, это локомотив нашей экономики, жилищная застройка. Поэтому с бизнесом надо уметь договариваться. И мне кажется, мое мнение, что администрация хотя бы пытается какие-то рычаги на строительный бизнес искать и пытается с ними договариваться. Это первое. Второе, что касается городской думы, если мы говорим о думе, то я уже говорил, что эту думу назвать реформаторской, мягко говоря, язык не повернется. Эта дума носит сугубо охранительный характер. Кого от кого охраняет? Она охраняет те правила, устои, те приватизационные сделки, которые были уже до этого заключены по продаже муниципального имущества и муниципальных земель. Она охраняет те городские субсидии, городские гранты, городское софинансирование областных программ, которые были достигнуты ранее. Это мое такое особое мнение, потому что, глядя на состав этой думы, глядя на активность депутатов, все больше вызывает сомнение, действительно ли интересами своих избирателей занимаются депутаты, а не лоббизмом тех коммерческих и финансовых структур, которые, скажем так, посодействовали избранию этих депутатов. Ну, это такое мое мнение. Естественно, есть активные, инициативные и самостоятельные депутаты, которые имеют свою точку зрения, не пытаются отстаивать свою точку зрения, высказываются публично, высказываются в Думе. Я полностью поддерживаю этих депутатов, но их единицы и их меньшинство. Все-таки Дума, она как собака на сундуках сидит и охраняет этот сундук. Ни в коем мере не сказал бы негатив о Елене Ковалевой, как спикере этой Думы. Все-таки она человек-профессионал, управленец с большой буквы, она с колоссальным опытом работы в правительстве Кировской области, и этот весь управленческий опыт она перенесла в Думу. То есть грамотно и эффективно проводятся пленарные заседания, комиссии. Она также погружается в решение городских проблем, но в том числе как спикер этой Думы, естественно, и она носит исключительно, как мне кажется, охранительный характер своей деятельности. Так, а вот если мы все-таки в поля выйдем, у нас минутка остается. Вот те результаты, которые жители города могут наблюдать за этот год, они есть какие-то реально видимые или пока нет? Если честно, я не увидел за этот год кардинальных изменений и в городском хозяйстве, и в благоустройстве, и в строительстве, и в отношениях с бизнесом, о чем мы говорили ранее, мне кажется, пока ничего не изменилось. Все также остается в рамках ручного управления, ручного режима, хотя уже давным-давно пора систематизировать работу. Ну вот, мне кажется, пока ситуация за этот год кардинальным образом не поменялась. Подвижки к тому, что что-то будет изменяться, есть или нет? Очень хочется верить, что тот, скажем так, управленческий запал, который есть у действующего главы администрации и у главы города, он никуда не пропал и не иссяк в нашем Кировском болоте. И этот запал все-таки начинал бы выливаться в какие-то конкретные благие дела для нашего города, причем крупные благие дела. Нам тоже хочется на это надеяться. Алексей Кузьмин, депутат Кировской гордумы 5-го созыва, генеральный директор компании Экоэнерджи, был у нас в программе «Особое мнение». На этом прощаемся. До свидания. До свидания. «Особое мнение» на 101FM Субтитры подогнал «Симон»